Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор инковых компаний «Зигнил» и сам я, Артур и Диатур. Сегодня мы наблюдаем умеренно позитивное настроение на фондовых рынках Азии и Европы. Преимущественно за счет сохранения ожиданий, что Саудовская Аравия и Россия смогут заключить мир, несмотря на воскресный разворот Трампа, когда он заявил, что США не обязаны сокращать добычу. И вторым положительным фактором, катализатором положительных настроений стал резкий спад новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Здесь вот можно видеть на графике, что вчера, 5 марта, произошло резкое снижение числа новых случаев по миру, что селило надежды в сердца инвесторов, в сердце рынков, что вскоре меры карантина, режим самоизоляции, будет постепенно отменяться. Индекс волатильности ВИКС, который сейчас выступает полезным меривым общего уровня, по 7 снизился до отметки почти в 40 пунктов. Фьючерс на S&P 500 сегодня показывает рост, рост в 3,5% и заметное облегчение, как я уже сказал, испытывают сегодня европейские фонтовые рынки. Спрос на рисковые активы все сейчас еще являются функцией темпов наступления инфекции в ключевых развитых экономиках стран Еврозоны и США. Правительство этих стран настроено, естественно, как можно скорее ослабить карантин, следовательно, рынки сейчас стараются предвидеть эти ослабления, исходя из динамики пандемии, исходя из тех общедоступных данных, которые находятся в нашем распоряжении. По США мы наблюдаем первые ростки оптимизма, темпы роста новых случаев. Упали вчера с 12,07% до 9,14%. Это является первым предвестником торможения инфекции, вторым и более ощутимым с точки зрения оптимизма предвестником замедления развития эпидемии является снижение числа новых случаев, то есть вот в абсолютном выражении, как здесь представлено, это должно, как ожидается, принести более ощутимый позитив на рынке, в первую очередь на американский. Размер экономического ущерба зависит от длительности режима изоляции, это как бы очевидный факт, но как раз-таки это сейчас переменная главная, она трудно подается оценке, ее даже не знают сами правительства и пытаются ее предсказать. Пока приходится отталкиваться полностью от благополучного опыта провинции Хубея в Китае, где режим самоизоляции позволил подавить вспышку инфекции, в конечном итоге все-таки привел к постепенной и, что важно, устойчивой отмене ограничительных мер. Также крупные экономики, в которых примерно с середины марта были объявлены вот эти ограничительные меры, самоизоляции, карантин национальный, они постепенно повторяют динамику провинции Хубея по отдельным показателям. И на графике, который вы видите, это показатель роста жертв, роста смертельных случаев за три дня. Три дня выбраны специально для того, чтобы исключить однодневные сглази, точнее, однодневные колебания, сделать этот показатель более устойчивым. И можно видеть, что вот на этой картинке, что вот эта черная линия, это у нас как раз-таки изменение этого показателя от даты введения карантина. То есть, начало у нас этой оси, это как раз-таки дата введения карантина. И затем дни, которые идут начиная от этой даты. Видно, например, что для провинции Хубей, это вот эта крива, видно, что изменение этого показателя, оно имеет формула такой гиперболы. И все остальные страны, вот можно выделить даже Италию, они повторяют этот путь, имеют схожую траекторию. То есть, изменение этого показателя, а именно трехдневный рост смертей, он повторяет у нас траекторию Хубей, что, конечно, позволяет интерполировать самый главный вывод из этого графика, это то, что карантин будет когда-то снят, режим самоизоляции будет отменен. И что важно отметить, по провинции Хубей, режим самоизоляции, он был снят только через 63 дня после введения. И если мы полагаемся на этот опыт Хубей, можно ожидать негативные сюрпризы именно со фронта новостей о длительности карантина, о режиме самоизоляции. Как известно, сейчас подходят дедлайны по европейским странам, они вот с 10 по 20 апреля будут объявлять решение о том, что они либо ослабляют карантин частично, либо полностью, либо его продлевают. И вот исходя из этой картинки, что Китай, что провинции Хубей, они отменили режим самоизоляции только на 63 день, а вот здесь видно, что на 63 день показатель у нас примерно был равен нулю, то сложно сейчас полагать, что значение данного показателя у других стран, которые еще находятся на 100%, на примерно 30%, тогда для Италии они позволят этим правительствам уверенно и безопасно для экономик, для населения взять и начать отменять карантин. Риск еще высок, исходя из этого графика. Поэтому ожидаем 11-12 апреля, когда Италия и Испания должны будут объявить о том, что они, какое они решение принимают по самоизоляции, по карантину. Как я уже сказал, с этого фронта можно ожидать негативные сюрпризы, поэтому следим за решениями итальянских и испанских властей, чтобы понять, что произойдет в США 30 апреля. Это дата, это дедлайн, который Трамп озвучил в этот день. Как сейчас предполагается, США должен снять карантин и снова как бы запустить колоннику. Также важно еще учитывать такой момент, что снятие ограничительных мер должно будет опережать позитивную риторику официальных лиц властей, так как ясно, что обдительность населения можно будет эффективно поддерживать социальную ответственность, бдительность населения, только поддерживая некоторый уровень тревоги и напряженности. Таким образом, властям сейчас нельзя просто быть чересчур оптимистичным, так как это может быть контрпродуктивно в плане сдерживания инфекций. Отрицательный гэп сегодня в нефти, который мы наблюдаем, он произошел у нас из-за того, что Трамп на выходных заявил, что не собирается объявлять о снижении добычи, из-за того, что США не обязаны снижать добычу. Но сделка ОПЕК+, новый альянс, он мыслился рынком, мыслился отдельными членами этого альянса, в том числе России, как союз, который будет включать также американских сланцевиков. Но сейчас с этим заявлением Трампа шансы на это у нас снижаются. Есть вероятность, что Солдовская Аравия и Россия все-таки заключат мир без условия вступления США в альянс, без условия снижения добычи американской нефти. По некоторым сообщениям Россия может потребовать взамен ослабления санкций, которые мы ожили в США. На это можно рассчитывать сейчас, исходя из выхода России, и Роснефть из-за венесуэльских активов. В целом новостной фон по нефти остается условно положительным до заседания экстренного ОПЕК министров энергетики стран G20, который у нас намечен на первую половину апреля. Ожидания пока будут сохраняться в пользу того, что все-таки страны смогут достигнуть соглашения, если, конечно, отдельные ее члены, Солдовская Аравия или Россия, попытаются вмешаться с отрицательной риторикой, с отрицательными комментариями. На сегодня меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в среду.